Привет, все мои дорогие! С вами Вероника из Америки. Очень рада вас видеть. Всех, кто ко мне присоединился сегодня, накануне Дня Святого Валентина. Я хотела сделать небольшой подарочек, небольшой сюрприз. Я об этом скажу немножко позже. А сейчас я хочу поблагодарить всех-всех-всех, кто меня поздравил с днём рождения. У меня был день рождения 8 февраля. Я водолей, поэтому всем водолеям плавный пример. По-моему, это такой очень необычный знак. И вернёмся к Дню Святого Валентина. Ну что ж, по-моему, больше в Америке, да, больше как бизнес, чем праздник. Всё это вокруг шоколадок, красных роз, каких-то подарочков друг другу влюблённым, цветочки, счастья и радости, и всё в этом плане. По-моему, люди не думают особо, что вообще-то вокруг нас столько одиноких людей. Может быть, им это не очень приятно слушать. Вообще, все вот эти вот... Я, конечно, рада за всех, кто счастливы в браке и находятся в каких-то хороших отношениях, у кого есть партнёр, но сейчас, по-моему, в наше время очень много людей, у которых вообще нет никого. Поэтому, наверное, может быть, стоит немножечко... Как здесь было шоу, знаменитое... Curb Your Enthusiasm. Знаменитое шоу с Лэрри Дэвидом в главной роли актёр. Curb Your Enthusiasm. Типа, притушите ваш энтузиазм. Толучка... Curb, это значит, ну... Умерьте. Вот. Ну, и тем не менее, праздник остаётся праздником. И я так подумала, что ближе всего воплощает этот праздник. Где вообще, в чём вообще и красный цвет, и розовый, и цветочки, и сердечки. И, наверное, Victoria's Secret больше всего, ближе всего к этому празднику, воплощении этого праздника. Я решила сделать небольшой подарочек в честь этого праздника. И вообще, в честь того, что я уже давно не делала... Такие, кстати, они выдают у нас фирменные пакеты. Я решила подарить кому-нибудь вот такую Victoria's Secret sweatshirt с таким капюшончиком. Видите, здесь ангельские крылья, знаменитые Victoria's Secret их trademark. И вот здесь крылышки на рукаве. Вот. Размер это large. По-моему, так вот она носится, она не должна быть вплотную. Она такая вот sweatshirt, она носится с леггинсами, я думаю, да? Такая она светлая-светлая, серая, очень лёгкая. В общем, я решила её кому-нибудь подарить. Напишите мне что-нибудь там, я не знаю, в комментариях что-нибудь. Я не знаю, на что у вас настроение, на что ляжет. Можете даже крестик поставить, мне всё равно. Ну, просто хочется мне... Я что-нибудь ещё, наверное, добавлю сюда, как обычно. Вот. Потому что давненько я уже не делала никаких подарочков вам. Кстати, вообще-то я посмотрела, как вообще Victoria's Secret началась, собственно. По-моему, самой Виктории... Нет, это, по-моему, вымышленное имя, насколько я так поняла. Как я понимаю, в 70-е её начал один молодой бизнесмен. Он подарил своей жене комплект белья, который ей совсем не понравился. И он понял, что вообще-то мало этого в Америке, этого нет. Это такая ниша нераспаханная. И он открыл первый магазин с вот этим вот... Гламорос, такой вот загадочной атмосферой, где красивое бельё, и эти крылья, и куда для мужчин вход в этот магазин просто рай. Поглазеть по сторонам, это просто было, ну, что-то необычное. И вот он начал вот эту вот идею. Сначала один магазин, потом два, потом и так далее. По-моему, всё это началось с Сан-Франциско. Вот. Ну и так это дошло до вот такой вот... Вот такой колоссальной империи красоты Victoria's Secret. И сейчас модели, кстати, делают 7-8 миллионов в год. Они даже в списках Forbes состоят. Вот. Что ещё я хотела рассказать сегодня? А, интересная вещь. Интересная вещь. Хотела поделиться с вами небольшой новостью моей приятной. Моя дочка появилась в газете в нашей местной. Единственная газета The Sun она называется. Sun это солнце. Вот она. Моя красотка. Я её сфотографировала, когда у нас был... Когда у нас был снегопад. И мы с ней... Она помогала мне разгребать снег. И я говорю, слушай, а ты хочешь это... Присядь, я тебя сфотографирую. Она так не хотела. Я говорю, ну присядь. В общем, присадила я её. И вынесла это... Кока. Кок. Это горячий шоколад по-английски. И вот таким вот образом я её засняла. Ну там я сделала несколько снипков. И, кстати, ну мне кажется, они все хорошие. Собственно, у меня есть диплом Нью-Йорк Института Фотографии. Я послала несколько фотографий. И тут же их напечатали. И они буквально в течение 10 минут фотографы, главный chief photographer, написал мне, что хотите делать с нами фриланс, соединитесь со мной. У неё здесь такое смешное выражение лица. И ей это так не понравилось, что я... Что я сюда её поместила. Как это произошло? Она была в школе. И мне пишет её учитель математики. Говорит, слушайте, я Аманда. Она говорит, прежнему её называю Аманда. Это её первое имя Аманда. Вообще-то она Бриана. Middle name её Бриана. Вот так у меня уже подсознание. Она у меня Аманда, как мы её назвали. Он говорит, а Бриана в газете? Вы в курсе? Я говорю, да, я в курсе, что она должна быть в газете, только не в курсе, в какой. Он говорит, да вот за понедельник я ей дал газету. Я ей пишу на телефон. Я говорю, ты там газету принеси домой. Она говорит, мам, я тебя попросила, чтобы ты меня не печатала, чтобы ты не посылала газету моих фотографий. Как ты могла? Я порвала газету и выбросила. 13 лет человек, вот так вот. Я говорю, слушай, хорошая фотография. Если бы она была плохая, её бы не напечатали. В общем, короче, Бриана не устроила скандал. Тем не менее, она у меня на Facebook, она у меня даже в заставке. Потому что она прекрасная фотография. И несколько фотографий я сделала, они все хорошие. Я это знаю и понимаю. Ну, конечно, с точки зрения 13 лет, это, конечно же, не кул. И дети, её друзья, школьники увидели. И поэтому я так понимаю, что это всё так стыдно, наверное. Ну, хорошо, отвлеклись мы от нашей Виктории в секрет. Мы поговорили и о празднике. Я всем желаю радости, счастья, сердечка. Знаете, свою половинку, если кто-то её ищет и страдает без этой половинки. Собственно, мы все страдаем. Вообще-то я сейчас книжку читаю. Сейчас я с вами поделюсь. Правда, я её ещё не начала читать. Я её только заказала на английском языке. Называется она «Каждый умирает в одиночку». Прочитаю и скажу. Ну, в общем-то, действительно так оно и есть. Может быть, не стоит так страдать в одиночестве. Не знаю. Мне сейчас сама эта тема близка. Я, наверное, поговорю поближе и поглубже на эту тему. Потому что я столкнулась с этой проблемой. Но, опять-таки, даётся нам всё это неспроста. Люди, которые приходят в нашу жизнь, всё это неспроста. Они нас учат урок. Мы их учим. И пока мы сталкиваемся лбами, мы учим друг друга, а потом мы разбегаемся. И какое-то время, может быть, следует побыть самому, чтобы подумать, чтобы, может быть, что-то создать. Я вот буквально слышала интересный наш американский Уэйн Дайер. Он доктор, он потрясающий. Он говорил такую вещь интересную. Говорит, вообще, потрясающие мысли приходят утром. То есть, есть ли у вас такое время, что вы просыпаетесь в одно и то же время? Есть ли у вас такое, что вы просыпаетесь каждую ночь в 3.15? Или там в 4 часа утра? Если есть, значит, вас к чему-то подталкивает, вас к чему-то зовёт ваша судьба. Посидите, подумайте, не засыпайте сразу же, пока вот эта тишина в воздухе, пока мысли приходят потрясающие. Нужно их записывать. Вы можете создать что-то потрясающее. Поэтому, может быть, вам это единочество и дано для того, чтобы вы что-то создали. Может быть, вы хотите написать какую-то, я не знаю, вебинар для женщины, учить чему-то. Может быть, вы хотите свой бизнес открыть. Может быть, вы хотите книжку написать. Может быть, вы хотите как-то создать что-то интересное, какую-то, не знаю, какую-то вещь, какую-то… В общем, короче говоря, вот рано-рано утром, если вы просыпаетесь в одно и то же время, это значит, это знак того, что вам что-то нужно создать, что-то нужно сделать. Если у вас есть это calling, как говорится по-английски, то значит, нужно делать. Он говорит, я просыпаюсь, говорит, каждую ночь, почти каждую ночь в 3.13. Вот я смотрю утро, раннее утро, 3.13. Я поставил ноги на пол, чтобы не заснуть, и пишу, и начинаю писать от руки. Пишу, пишу, пишу. И, говорит, приходят самые потрясающие мысли. Так что, может быть, следует прислушаться к чему-то высшему и подняться над этой суетой, мелкими, маленькими проблемками. Ну вот, вот такое небольшое видео сегодня. Я вам всем желаю всё-таки хорошего праздника, Дня Святого Валентина. Поздравьте своих близких. Если нету близкого человека, поздравьте детей. И всё будет хорошо. Главное в это верить. Всем всего хорошего. И пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok